В прямом эфире на телеканале АРИС программа «Городские подробности» и я ее ведущий Амир Кедрасов. Сегодня у нас в студии Ирина Голованова, первый заместитель главы администрации городского округа «Город Кумертау» и тема нашей программы «Кумертау. Территория бизнеса». Ирина Александровна, я вас приветствую в нашей студии. Добрый вечер. Я бы даже предложил немного расширить тему нашей программы и сказать «Кумертау. Территория бизнеса большого и малого». Ну да, возможно, конечно, вы правы, потому что те последние события, которые произошли в Кумертау, они дают возможность развиваться как малому, так и крупному бизнесу. И мы очень рады любому приходящему предприятию на территорию города, особенно если это предприятие со стороны, из-за пределов города. Да, но события действительно происходили и весь прошлый год, и в конце года. Самое большое событие долгожданное – это присвоение статуса территории, опережающего развитие нашему городу. Вот с малого и среднего бизнеса предлагаю начать нашу беседу, потому что 2016 год изначально он был уже таким рекордным, в том плане, что порядка 98 миллионов рублей, по-моему, было направлено на поддержку малого и среднего бизнеса. Вот все ли удалось реализовать в этой программе? Всех ли мы смогли поддержать, кого хотели? И все ли получили ту поддержку, на которую рассчитывали? Да, действительно, в 2016 году – это первый год, когда город Кумертау смог привлечь просто огромные деньги на поддержку предпринимательства. Если в предыдущие годы мы осваивали по 11-20 миллионов рублей, то есть из трех уровней бюджетов, это из муниципального, федерального и республиканского, то в 2016 году у нас в целом мы освоили 98 миллионов рублей. Перед нами стояли задачи, конечно, это первое – освоить все деньги, которые выделены. Мы в прошлом году выделили 3 миллиона из муниципального бюджета, 70,5 из республиканского и 88 миллионов из федерального. И, конечно же, это первая задача – освоить, потому что если не освоение, то значит, в следующий год просто можно деньги просто не ожидать. Второй критерий был – это по получателям поддержки, то есть нужно было обеспечить определенное количество людей, которые должны были получить эту поддержку, чтобы мы не выдали пятерым, шестерым, скажем, крупным предприятиям. Наверное, это правильно, в принципе. И по созданию количества новых рабочих мест. Так как мы – Моногород, мы получили именно эту поддержку в рамках отдельной программы, как Моногород. Отдельную строку мы проходили в протоколе Министерства экономического развития Российской Федерации. Мы были третьи в строке после Питера и Москвы, третий город, который получил по объему такую большую сумму. И, конечно же, ответственность лежала просто огромная. И подвести мы не могли. В целях полного освоения денег были полностью пересмотрены вид поддержек. Мы ввели два новых вида поддержки – это социальное предпринимательство и субсидирование приобретения оборудования у предпринимателей. И были увеличены объемы средств. Но на это мы пошли целенаправленно, потому что предприниматели должны иметь возможность покупать какое-то серьезное оборудование. Потому что есть мелкие предприниматели, которые берут 300 тысяч, 500 тысяч на стартап и имеют возможность реализовать на первоначальном этапе какое-то небольшое дело, которое в дальнейшем, возможно, перерастет в какой-то более серьезный бизнес. Но есть предприниматели, которые готовы покупать оборудование за 5, за 7, 20 миллионов рублей. То есть мы их тоже должны поддержать, потому что они, приобретая вот это крупное оборудование, создают, скажем, уже предприятие, конкретное предприятие, создают рабочие места, приобретая какую-то производственную линию, допустим. То есть они уже не создают не одно рабочее место, а 20-30 рабочих мест. И по итогам 2016 года, получается, у нас заявилось 273 предпринимателя, сдали пакет документов, на 260 миллионов рублей. И, конечно же, пришлось проводить очень жесткий отбор. У нас в программе прописаны критерии, что первый, это предприниматель должен быть зарегистрирован на территории города Кумертау. Он должен вести свой бизнес на территории города Кумертау. Есть предприниматели, которые сдавали документы с Кургазинского района, скажем, да, у которых арендуют помещение в Кургазинском районе, но зарегистрировано в городе. К сожалению, им приходилось отказывать. Также, дальше, следующий сито было, это отсутствие задолженности в бюджет, потому что ни один рубль финансовой поддержки, полученной в рамках муниципальной программы, не должен уйти на другие цели, кроме как на развитие бизнеса. И предприниматели пишут бизнес-план, где они прописывают, что это за вид деятельности. И мы просматриваем, является ли он приоритетным. Если он не приоритетный, допустим, это или страховая деятельность, допустим, банковская деятельность, оптовая или розничная торговля. Для нас это не приоритетный вид деятельности, мы их не финансировали. В основном это производство, да, в основном те, кто производил, или оказывали какие-то услуги какие-либо. То есть дальше просматривали, является ли приоритетным, не имеет ли задолженность. И если вот проговорить по в целом из 273 пакетов документов, то практически процентов 30 это те предприниматели, которые имели задолженность по налогам, бюджет или в небюджетные фонды. Мы уже неоднократно обращались к предпринимателям. Пожалуйста, прежде чем сдавать документы в МФЦ, просмотрите свои расчеты с налоговой. Дело в том, что если раньше предприниматели сдавали пакет документов, и пакет документов предусматривал наличие справки об отсутствии задолженности, предприниматель понимал, что у него долг, и он там не нёс эти документы, быстренько дорабатывал. Сейчас предприниматели, сдавая документы в МФЦ, они не обязаны прикладывать справки о том, что он предприниматель, справку о том, что он не имеет долгов. То есть МФЦ в рамках межведомственного запроса запрашивает сами эти справки, и вылазит... Да, но вот этот долговой барьер СИТа, как вы говорите, как субъект малого предпринимательства у него не должно быть долгов, или как у физического лица у него тоже не должно быть долгов? Ну вот здесь, кто сдаёт документы на поддержку? Это или общество с ограниченной ответственностью, или индивидуальные предприниматели. Понятно, что общество с ограниченной ответственностью, это чётко понятно, что есть задолженность или нет. Индивидуальные предприниматели, вот здесь получается намного сложнее. Предприниматель, когда сдаёт пакет документов, мы запрашиваем справочку с налоговой, то по тому же ННН, что у человека, как физлица, запрашивается справка с налоговой. Если предприниматель не уплатил налог на имущество, в октябре месяце, налог на землю, транспортный налог, то этот налог, за ним числится как за предпринимателем. То есть это одинаково, что физлица, что предприниматель. И справка не предусматривает, к сожалению, наверное, не дает такой возможности понять, долг это как предприниматель или это долг как физического лица. И поэтому у нас просто приходит, что ИП Сидоров с таким-то ИНН имеет задолженность в размере 3000 рублей. Все, больше мы там уже дальше не имеем права, не имеем возможности, не имеем полномочий разбираться, что это за долг, по какому налогу, должен ли он был платить его, успел ли срок у него уплаты как физлица, пришел ли этот срок. У нас просто написано отсутствие задолженности. И мы тогда просто, если имеется долг даже одна копейка, вынуждены, к сожалению, отказывать предпринимателям. И вот самый большой процент отказов это как раз по этой причине. А вторая причина – это предоставление пакета документов, не соответствующего требованиям. То есть прописано в программе пакет документов. Это, может быть, что-то не приложили. Там какой-то договор аренды возможен. То есть отсутствие договора аренды не позволяет нам понять, где будет стоять это оборудование. Может быть, оно будет вывезено в Мелиус, допустим, в Кургазинский район. И в дальнейшем, может быть, пожалев предпринимателя, мы сделаем хорошее дело, но потом приезжают проверки. В течение двух лет предприниматели находятся на контроле. И проверка, выезжая и проверяя, целенаправленно ли вложены средства, выезжают туда, где находится предприниматель, где он ведет свой бизнес. Если это будет не территория города Кумертау, то предпринимателю через какое-то время после проверки придется вернуть деньги опять в казну города. Я думаю, что это не очень положительно. Это еще хуже. Лучше изначально их не получать, чем потом возвращать. Поэтому отсутствие договора о аренде, оно, как правило, влечет за собой очень плохие и нехорошие последствия. Поэтому есть пакет. И он не то, что мы хотим, и вот, ну, там, дайте нам. А именно любой документ, он преследует какую-то цель и дает нам понять вот ту или иную составляющую, что да, предприниматель там-то, тот он будет делать, готов ли он к этому, понял ли он риски этот предприниматель. Поэтому пакет необходимо собирать и сдавать в полном объеме. – Друзья, мы работаем в прямом эфире. Телефон 2-26-99. Тема нашей беседы сегодня – это кумертал территория бизнеса. Пожалуйста, звоните, присоединяйтесь, задавайте ваши вопросы нашему гостю. Ирина Александровна, ну, вы сказали, что есть список приоритетных направлений для бизнеса. Он как-то изменится в этом году, в 2017-м, либо он останется прежним? – Отвечу так. Обычно мы подстраиваемся под республиканскую программу, потому что, чтобы уйти от критериев каких-то, изменить состав какого-либо или пакета документов, или перечня видов деятельности, это очень сложно. И мы стараемся его всегда придерживаться, потому что любая проверка приезжает, начинает смотреть, есть ли какой-то дополнительный вид деятельности, его нужно будет обосновывать. Ну, практика прошлых лет как бы показывает, что у нас, что бы мы хотели бы добавить, это, наверное, развитие сферы общепита. Я думаю, что это очень актуально для нашего города. В республиканской программе, к сожалению, этого вида деятельности нет. Мы написали письмо в Госкомитет по предпринимательству, обратились с предложением рассмотреть, разрешить, согласовать нам ввести этот вид деятельности. Мы надеемся, что он будет решен положительно. И, конечно же, если у предпринимателей есть какие-то предложения, то мы были бы очень рады рассмотреть, есть ли это обосновано, почему бы не ввести. Мы также, в свою очередь, обратимся в Госкомитет по предпринимательству и постараемся с обоснованием того или иного вида все-таки решить этот вопрос. И было бы здорово, если, например, союз предпринимателей, именно как раз союзы создаются для того, чтобы именно коллегиально, коллективно решить какую-то проблему. Может быть, союз предпринимателей вышел бы с предложениями, мы с удовольствием бы рассмотрели их. Пока речь только добавочно об общепите идет. Не более пока. В 2016 году мы немного уступили Москве и Санкт-Петербургу, в том плане, что деньги выделялись на поддержку малого и среднего бизнеса. Как будут обстоятельства в 2017 году? Получим ли мы в том же объеме деньги из бюджетов? Либо это будут меньше деньги, а может быть и больше? Что можно сказать? Ну, пока можно сказать то, что сегодня на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации уже размещен протокол о распределении средств между регионами. То есть пока только Республика Башкортостан видна. И видно, по каким направлениям Республика заявилась, по каким направлениям ей дают. Отдельной строчкой есть моногорода. То есть это уже радует. То есть так как программа комплексного развития моногородов признана на уровне Российской Федерации правительством России приоритетной программой, национальным проектом, то стали появляться вот конкретно уже строчки в федеральных программах на моногорода. Здесь ситуация такая, что в протоколе моногорода есть, и в ней уже обозначена сумма. Она не меньше, чем в прошлом году. Я думаю, что учитывая ту практику, которую мы прошли в 2016 году, мы не подвели Госкомитет ни по одному из показателей. Мы полностью освоили деньги. У нас осталось большое количество недовлетворенных заявок. То есть есть предприниматели, которые готовы заявиться, дозаявиться или второй раз поддаться. Потому что те, кто не выиграли в 2016 году, они имеют возможность в этом году также прийти с этим же пакетом документов. Может быть, его немного доработав, может быть, что-то изменится, какие-то условия. Заявиться опять. Поэтому мы надеемся, что, учитывая эту практику, этот опыт, что город Кумертау получит, надеемся, что не меньше, чем в 2016 году. Я думаю, что для нас это очень важно, потому что даже те предприниматели, которые приходят к нам со стороны сейчас, или наши предприниматели сейчас на волне развития, поддержать наших бизнесменов – это очень-очень важно. И мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы получить сумму не меньше, чем в прошлом году. – Деньги город получит на поддержку. Насколько эффективны эти деньги, все-таки потраченные предпринимателями? Вы наверняка тоже какую-то оценку ведете. Помимо того, что контролирует специально созданная комиссия, куда ушли деньги, грубо говоря. Вы для себя какой делаете вывод? Все-таки целенаправленно деньги уходят, создаются новые рабочие места. Приносят ли они пользу в перспективе предпринимателям? – Вы знаете, реализация программы очень сильно ощущается, особенно по итогам 2016 года, потому что или 20 миллионов выделили, или практически 90, практически 100 миллионов. Конечно же, это ощущается, потому что предприниматели, которые получили, они все реализуют проекты, абсолютно все. Мы периодически проезжаем этих предпринимателей, проезжают какие-то контрольно-надзорные органы. И мы можем видеть это даже на примере, идя по улицам города, то есть ты уже видишь, что вот этот предприниматель открыл там, может быть, какую-то пекарню, этот предприниматель открыл Центр развития детского творчества, допустим, какой-то предприниматель там открыл производство. То есть, и, конечно же, когда ты видишь на деле, что вот именно это работает, да, что там работают люди, потому что те предприниматели, которые получили в этом году поддержку, 110 предпринимателей, они взяли на себя обязательство сохранить 870 действующих рабочих мест и создать не менее 230 новых рабочих мест. Ежеквартально предприниматели сдают отчеты, мы их сверяем с пенсионным фондом, и это подтверждается. То есть у нас еще не было случаев, когда предприниматели бы взяли на себя обязательства и не выполнили. То есть поэтому в течение полугода после того, как они получили, кто-то в октябре, кто-то в ноябре, или кто-то в декабре, финансовую поддержку, предприниматели создадут 230 новых рабочих мест. То есть люди, горожане будут иметь возможность трудоустроиться к этим предпринимателям. Ну, а по поводу того, насколько эффективно, я думаю, что возможно, даже вот вместе с вашей телекомпанией возможно проехаться по предпринимателям, снять какой-либо фильм для того, чтобы не быть голословным, а именно на деле показать людям, где предприниматели, используя финансовые какие-то средства, полученные из бюджетов, именно бюджетные деньги, смогли создать производство. – Совсем недавно, в пятницу, мы с вами вместе побывали на маслоэкстракционном заводе, готовим еще один фильм. Что можно сказать про наш флагман уже, будем так, наверное, называть маслоэкстракционный завод, потому что большие надежды, и, в принципе, те надежды, которые были у нас, они, в принципе-то, и оправдались. Статус ТОСАР мы получили, и у инвестора эти надежды оправдались в первую очередь, наверное. Ну, колоссальные деньги и фонд развития моногородов выделил, и сам инвестор вложил свои деньги, и были привлечены займы. То есть мы здесь и обязательства перед инвестором выполнили, и перед горожанами тоже, ведь можно сказать так. – Да, вы знаете, этот проект, он просто, наверное, уникален и показателен. Инвестор, который поверил в нашу команду, пришел на территорию города. Да, я думаю, что ни он не пожалел, ни мы не пожалели, потому что инвестор из Челябинской области, неизвестно, насколько он, скажем, держит свои обязательства, он не знал, насколько мы можем держать свои обязательства. И, конечно же, когда мы его уговаривали, просили, глава администрации неоднократно с ним встречался, как бы приди именно к нам на территорию, потому что таких элеваторов, как наш, именно, которые уже практически простаивали, их на территории России большое количество, да, и рядом Оренбургская область, где очень тоже много зерна есть элеваторы, и попросили именно, что мы окажем всю возможную поддержку, насколько мы сможем, мы свои обязательства вот выполнили, да, рассмотрим наши обязательства. То есть мы обещали, что мы подведем всю необходимую инфраструктуру, сам инвестор уже сделал, как бы, на тот момент, когда мы, как бы, вели переговоры, он готов был заказать ПСД для того, чтобы, допустим, реконструировать автомобильную дорогу, или железную дорогу, проектно-смертная документация, да, то, как бы, мы все эти затраты ему, как бы, не то что возместили, а даже проавансировали из федерального бюджета, то есть деньги пришли из федерального бюджета, из фонда развития моноградов, строятся очистные сооружения, построены газопровод, построены линии электропередач, реконструируют сейчас железнодорожные пути, скоро будет реконструирована автодорога. То есть инвестор не отвлекал эти деньги, свои деньги, на вот для того, чтобы именно к площадке подвести всю необходимую транспортную инженерную инфраструктуру. Также инвестор, как бы, стройка всегда очень затратна, и разово построить большой завод, это очень сложно, и инвестор кредитовался в различных банках. Мы пообещали, что мы поможем ему с более дешевыми деньгами, и мы это выполнили. Инвестор получил вот в конце года, прямо в октябре, в декабре, миллиард рублей, займ из фонда развития моноградов в размере одного миллиарда рублей под пять процентов на восемь лет. Причем первые три года он не будет платить ничего. То есть у него значительно повысилась инвестиционная окупаемость его проекта. И плюс еще у нас была сформирована управленческая команда, которая помогает инвестору. Мы не прекратили это взаимоотношение, то есть постоянно идут решения каких-то проблем, рассмотрения каких-то предложений, и ему, конечно же, очень сильно помогает наша управленческая команда, которая прошла обучение в Сколково. Со своей очереди инвестор тоже брал на себя обязательства, то есть получить просто так федеральные деньги, даже если МСПМУ обсудили, что нужно создать рабочие места или выполнить какие-то условия, здесь тоже были в свою очередь обязательства. Он должен именно генерировать определенный объем инвестиций, тот, который именно по годам расписан, то есть 6 миллиардов проектов, эти суммы расписаны по годам, он должен их выполнить, то есть не прекратить на какой-то определенной стадии проект. Проект многоэтапный и предусматривает и создание транспортной компании, открытие цеха финансов, открытие цеха розлива, допустим, и в любой момент он может, в принципе, отказаться от какого-то этапа. Но это все подписано соглашением, и он должен это выполнять. И, конечно, самое главное для Моногорода – это создать рабочие места. Он должен создать в течение реализации проекта, в течение, пока он строит, не менее 570 рабочих мест, и тоже расписано по годам, все условия инвестор выполняет, абсолютно все. И плюс, конечно, мы ему преподнесли еще один подарок – это статус ТСР. Сейчас инвестор готовит пакет документов, заявку для того, чтобы получить вот этот статус. И, соответственно, станут срезиденты. И, соответственно, теперь еще дополнительно тех людей, которых он трудоустраивает, согласно обязательств, он по ним не будет практически платить налоги. То есть он строит, создает рабочие места, и по ним он просто освобождается практически от налогов. Телефонный звонок нас ждет на линии 2-26-99. Добрый вечер. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот начинающий предприниматель, я хотел как бы спросить, город получил статус ТОСР, и вот в связи с этим, какой вид предпринимательской деятельности вы можете посоветовать заняться в этом году? Спасибо за звонок. Статус территории опережающего развития городу присвоен постановлением правительства Российской Федерации номер 1550 от 29 декабря. В этом постановлении прописано 22 вида акведов, это коды внешнеэкономической деятельности, которые включают в себя подкоды, то есть более 800 позиций. В основном это, конечно, производство. Перечень очень широкий, очень большой, то есть это, конечно, не связано с деятельностью градообразующего предприятия, не должно быть связано с деятельностью градообразующего предприятия. Даже если у вас какие-то контракты, возможно, будут с градообразующим предприятием, то выручка в целом не должна превышать более 50% именно во взаимодействии с нашим авиационным заводом. Не более 25% у вас должно быть иностранной рабочей силы. Проект не должен быть связан с производством подакцизных товаров, с лесозаготовкой, с производством нефтепродуктов. В общем, есть постановление номер 614, где все очень четко прописано. И этот перечень акведов, он очень большой, можно заняться просто, ну, огромный выбор этих видов. Я думаю, что здесь решать нужно, конечно же, вам, то есть посоветовать там, давайте будем разводить кроликов, я не могу, потому что я не маркетолог, мне сложно оценить рынки, насколько сегодня там можно продать это мясо кроликов, то есть здесь полностью риск и принятие решений ложится на ваши плечи. Но мы готовы полностью оказать всю необходимую консультацию, можно обратиться в отдел предпринимательства, в администрацию города, можно обратиться ко мне, к главе, то есть мы абсолютно открыты. Есть агентство по развитию территории, где сидит несколько человек, которые готовы вместе с вами рассмотреть все возможные виды деятельности, подобрать вам помещение, оформить пакет документов, помочь. То есть мы просто очень рады, когда предприниматели города реализуют новые проекты. Это действительно вот от души сказано, поэтому приходите, консультируйтесь, мы вам поможем. Ирина Александровна, статус ТОСА предполагает, что чтобы воспользоваться налоговыми преференциями, нужно стать резидентом этой территории, резидентом статуса ТОСА. Вот чтобы получить статус резидента, какие условия нужно выполнить? Здесь тоже опять говорим, так как это федеральные налоговые льготы, то есть предприниматель будет не платить большие суммы налогов, то соответственно будут есть определенные обязательства. То есть первое, это нужно иметь бизнес-план, где прописать, что это за проект, именно в рамках тех 20 видов экономической деятельности. Но даже если ваш вид экономической деятельности не вошел, и он не запрещен законом, то мы тоже готовы его рассмотреть и выйти с обращением в правительство Российской Федерации и возможно ввести еще дополнительный код. В принципе, это уже проговаривалось в Министерстве экономического развития. То есть, значит, должен быть бизнес-план, там должен быть предусмотрен объем инвестиций в первый год после того, как предприятие станет резидентом ТОСАР, объем инвестиций должен быть не менее 5 миллионов рублей. И количество рабочих мест, которые должен создать предприниматель в этот первый год, это не менее 20 рабочих мест. Если предприятия уже действующие, на территории города Кумертау и хочет стать резидентом, то здесь количество рабочих мест увеличивается до того количества, как бы берется расчет, берется среднесписочная численность за предыдущие три года. Такое же количество он должен создать в момент, вот как он стал резидентом в течение года после получения статуса. То есть, это два основных обязательства со стороны инвестора. Дальше, сам пакет документов, он совершенно несложный, там ничего сложного абсолютно нет, только единственный бизнес-план по форме. И в соответствии видам деятельности определенным, ну и, как я уже сказала, это абсолютно не взаимосвязь с градообразующим предприятием, это 25, не более 25% иностранной рабочей силы, предприятие должно быть зарегистрировано на территории города, это должен быть не филиал какой-либо компании, прям московской, это именно предприятие, пришедшее к нам в город, зарегистрировано и именно работающее на территории города. То есть это очень жесткое условие. Многие скептики ведь говорили, что вот сейчас будет так, что было ИП «Ромашка», завтра ОО «Ромашка», завтра они закрываются, послезавтра открывается там «Ромашка плюс» организация называется. Нет, я думаю, что это очень легко проследить, тем более в маленьком городе, и я думаю, что таких фактов допускать никто не допустит, конечно, и это должен быть абсолютно новый проект, с абсолютно новыми рабочими местами, я думаю, что все это будет очень сильно контролироваться, поэтому мы ждем именно инвесторов с новыми проектами. На маслоэкстракционном заводе в пятницу, когда мы были, вы отметили, и я тоже для себя подчеркнул, что каких-то объектов не было в момент прошлого нашего визита по осени, когда мы приезжали на МЭС, то есть предприятие активно развивается. И в то же время мы для себя отметили, что есть небольшое ограничение для территории опережающего развития, что мы должны создать, привлечь пять резидентов в нашу территорию, на что вы сказали, что были очень сильно удивлены, что всего пять, потому что у нас уже готовы люди прийти в наш город и вложить инвестиции в новые предприятия. Можно раскрыть небольшую тайну и сейчас в эфире рассказать о том, какие производства в ближайшее время могут появиться в нашем городе? Да, действительно, Министерство экономического развития Республики Башкортостан готовит дорожную карту по привлечению резидентов ТАСЭР, потому что это очень важно. Министерство сегодня хочет понимать, что два моногорода, которые получили этот статус, что они готовы к реализации этого крупного проекта, все-таки это федеральные льготы и, соответственно, будет контроль очень сильный, жесткий. И поэтому сейчас разработана дорожная карта, где будет предусмотрено не менее пяти резидентов. Когда Министерство экономического развития позвонили главе администрации Борис Владимировича, спросили, как вы думаете, Борис Владимирович, вот ваше экспертное мнение нужно, возможно ли, если мы поставим пять резидентов в 2017 году? Он сказал, неужели всего пять? Да вы что? Они очень удивились, вообще это было удивительно для них, потому что, видимо, они не живут в нашем городе, и, видимо, со стороны очень сложно оценить. А живя здесь, проводя ту работу активную, которая сегодня проводится, у нас уже есть как минимум пять заявок, которые буквально в феврале поступят в администрацию города Кумертау, и в дальнейшем по утвержденному порядку мы их повезем в Министерство экономического развития. Если кратко говорить про эти пять заявок, то это производство, это производство. Первое, это, конечно, инвесторы маслозавода, которые сначала вступят, получат статус резидентов ТАССР по маслозаводу, то есть это первое, здесь даже нечего скрывать. Второе, это швейное производство, к нам заходит очень много швейников в разных отраслях, то есть кто-то шьет военную форму, кто-то детскую одежду, кто-то женскую одежду, один из крупнейших швейных предприятий, которые заходят, они тоже выразили желание стать резидентом. Также у нас есть компания домостроительный комбинат, который уже, в принципе, уже тоже зашел в город, выкупили помещение, которое, в принципе, простаивали, это бывшее училище, помещения стояли и приходили в негодность, то есть, да, помещения рушились, скажем так, да, предприниматель их выкупил и сейчас будет реализовывать очень крупный проект и тоже изъявило желание стать резидентом. Также у нас будет открываться кирпичное производство, сегодня администрация очень плотно работает с вертолетами России, у нас на повороте, где поворот на Мраково стоит тоже крупное здание, которое очень много лет бездействует, то там пока тоже планируется, если все получится, то будет, скорее всего, кирпичное производство и инвестор тоже, скорее всего, станет резидентом территории опережающего развития. То есть, пока у нас как минимум пять заявок уже будет, как бы, да, но мы не успокаиваемся на этом, то есть, для нас это, скажем, ну, практически ничего, да, то есть, мы должны именно привлечь крупных инвесторов из-за пределов республики. И поэтому мы сейчас очень активно выезжаем во все города, в какие только можем, для того, чтобы говорить о своих возможностях, о своей территории, буквально, вот, наверное, через месяц, в течение двух месяцев на площадке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в Москве будет проходить презентация инвестиционной возможности города Кумертау, инвестиционной возможности. Мы сначала планировали, что мы проведем это в городе Кумертау, вот, как инвестпикник, который прошел, идея была вот как раз эта. Но мы поняли, что, как бы, не все инвесторы готовы приехать в город, особенно крупные, а в Москве они бывают гораздо чаще. Если мы как-то сможем согласовать какой-то, ну, более-менее, так скажем, график с ними, то мы могли бы в Москве, причем Торгово-промышленная палата готова нам оказать содействие, привезти этих инвесторов, ну, в определенный день собрать их на площадке Торгово-промышленной палаты, то есть сделать какое-то, какое-либо мероприятие провести, и в рамках этого мероприятия будет проходить презентация города. Я думаю, что вот именно такие мероприятия, они дадут свой эффект определенный, да, что инвесторы узнают, что есть город, потому что даже в Уфе есть компании, к которой мы заезжаем и говорим, добрый день, мы из города Кумертау достаем рекламные красивые проспекты и начинаем рассказывать конкретно, как на налогах это отразится на конкретных цифрах, то, конечно же, приходит понимание и предприниматели говорят, ну, я слышал, но я не думал, что это настолько вот так здорово, что это действительно большая экономика. То есть мы вот ради интереса просчитали, что если у нас в городе средняя зарплата, допустим, 25 тысяч рублей, и если 100 рабочих мест предприниматель создаст, то он в течение года, вот первого, как он создастся, он сэкономит порядка 7 миллионов рублей только на заработной плате. Сложно сориентироваться с налогом на имущество, потому что мы не знаем, каким объемом имущества обладает предприниматель, то есть он 7 миллионов рублей сэкономит. При этом президент АССР должен реализовать проект в размере 5 миллионов рублей, то есть сэкономив 7, он вкладывает 5 миллионов рублей, и в доход муниципалитета поступает дополнительно 4 миллиона рублей от этого предпринимателя. То есть, в принципе, получается, все получают определенную выгоду. Ну, в принципе, и сам статус АССР, когда мысль идеи завозникла в правительстве России, он как бы и предусматривал, что именно для ОМОНа городов, для создания рабочих мест, в принципе, он и несет на себе эту нагрузку, и, в принципе, он достигает этой цели. И также мы рассылаем большое количество коммерческих предложений, и приходят ответы, как бы, да, то есть и после переписок приезжают предприниматели, инвесторы. У нас за последние 2 месяца в городе побывало более 20 предпринимателей в различных сферах абсолютно, и все, как бы, ну, остаются очень довольны тем набором налоговых льгот, которые мы можем им сейчас предназначить. Действительно, мы теперь можем сказать, что приходите к нам, мы вам дадим вот такой-то набор, и стало теперь намного легче разговаривать с инвесторами. И инвесторы, ну, сейчас все взвешивают возможности, потому что перевести бизнес или создать дополнительное в условиях кризиса, когда сейчас идет кризис, да, то есть здесь в любом случае кризис не закончился. И просчитывать, насколько логистически, как бы, правильно мы расположены, насколько удобно будет завозить какой-либо материал, какие-то комплектующие, вывозить товар, то есть, конечно же, нужно время для того, чтобы все взвесить. Мы ожидаем и надеемся, что те инвесторы, с которыми мы начали работу, они все-таки в город придут. Ирина Александровна, ну, в суматохе рабочего графика наверняка вы могли не заметить, что сегодня, ровно один месяц с того момента, как был подписан указ о присвоении нашему городу, городу статуса ТОСР, и тот факт, что на сегодняшний день мы уже уверенно можем сказать, что у нас будет пять резидентов, однозначно, это показатель того, что управленческая команда не сидела сложа руки в ожидании того, что этот указ будет подписан. и я знаю, что завтра вы отправляетесь в Кемеровскую область, чтобы посмотреть, как работают коллеги в других территориях развития. Я вам желаю успехов и счастливого пути. Спасибо, что пришли к нам в суде, ответили на наши вопросы. Это была программа «Городские подробности». Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова